аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов розовый чулок вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания пасмурный дождливый день небо надолго заволокло тучами и дожью конца не предвидится на дворе слякоть лужи мокрые галки а в комнатах сумерки и такой холод что хоть печи топи иван петрович сомов шагает по своему кабинету из угла в угол и морчит на погоду дождевые слезы на окнах и комнаты сумерки нагоняют на него тоску ему невыносимо скучно а убить время нечем газеты еще не привозили на охоту идти нет возможности обедать еще не скоро в кабинете сомов не один за его письменным столом сидит мадам сомова маленькая хорошенькая дамочка в легкой блузе и в розовых чулочках она усердно стречит письмо проходя мимо нее шагающий иван петрович всякий раз засматривать через ее плечо написание он видит крупные хромающие буквы узкий тощий с невозможными хвостами и закорючками клякс помарки и следов от пальцев многое множество переносов мадам сомова не любит и каждая строка ее дойдя до края листка со страшными корчами водопадом падает вниз алиночка кому это ты так и много пишешь спрашивать сомов видя как его жена начинает строчить по шестому листку к сестре в варе длинно дай-ка сколько ради почитать восьми читай только тут ничего нет интересного сомов берет исписанные листки и продолжая шагать принимается за чтение лидочка облокачивается спинку кресла и следит за выражением его лица после первой же страничке лицо его вытягивается и выражает что-то похожее на отрыбь на третьей страничке сомов морщится и медленно чешет затылок на четвертый он останавливается пугливо вскалядывается на жену и задумывается немного подумав он со вздохом опять принимается за чтение лицо его выражает недоумение даже испуг нет невозможно бар молчит он кончив чтение швыряя листки на стол решительно невозможно что такое пугается лидочка что такое исписала шесть страничек потратила написание битых два часа и хоть бы тебе что хоть бы одна мыслишка читаешь читаешь и какой-то сотмене находит словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь то это правда ваня говорит лидочка корсте я не прежно писала кой черт неврежно в неврежно письме смысл и и лад есть есть содержание а у тебя извини даже название подобрать не могу сплошная бельберда слова и фразы о содержании не малейшего все твое письмо похоже точь-в-точь на разговор двух мальчишек а у нас блины и нони ах и нам солдат пришел мачалу шоешь тянешь повторяешься мысленки прыгают как черти в решете не разберешь где что начинается где что кончается но можно ли так писать если пьяца внимание писала оправдывается лидочка тогда бы не было ошибок об ошибках я уж и не говорю речи бедная грамматика что ни срочек то личное для нее оскорбление ни запятых ни точек а ядь земля пишется и через ядь а через е а почерк это не почерк отчаяние не шутя говорю лида меня изумило и поразило это твое письмо ты не сердись голубчик но я ей богу не думал что в грамматике ты такая сапожница а между тем ты по своему положению принадлежишь к образованному интеллигентному кругу ты жанал университетского человека дочь генерала послушай ты училась где-нибудь а как же я в пансионе фон мэпки кончила сомов пожимать плечами и встахну продолжает шагать лидочка сознавая свое невежество и стыдясь тоже вздыхает и потуплять глазки минут десять проходит в молчании послушай алиночка ведь это в сущности ужасно говорится он вдруг останавливаясь перед женой из ужасов глядя на ее лицо ведь ты мать понимаешь мать как же ты будешь детей учить если сама ничего не знаешь мозг у тебя хорошие но что толку в нем если он не усвоил себе даже элементарных знаний ну поливать на знания знания дети и в школе получит но ведь ты и по части морали хромаешь ты ведь иногда такое ляпли что уши вянут сомов опять пожимает плечами запахивается в пол и халаты и продолжает шагать его и досадно и обидно и в то же время шалли дочку которая не протестует а только глазами моргает обоим тяжело и горько оба и не замечает за горем как бежит время и приближается час обеда сомов садясь обедать сомов любящий поесть куста и покойно выпивает большую рюмку водки и начинает разговор на другую тему линочка слушает его поддакивает но вдруг во время супа глаза ее наливаются слезами и она начинает хныкать говорит она вытирать слезы салфетки все советовали и отдать меня в гимназию а из гимназии наверное бы пошла на курсы на курсы в гимназию бормочет сомов это уж крайности матушка что хорошего быть синим чулком синий чулок черт знает что не женщина и не мужчина а так середка на половине ни то ни сё ненавижу синих чулков никогда бы не женился на ученый тебя не разберешь говорит линочка сердишься что я не ученый и в то же время ненавидишь ученых обижаешься что у меня мысли нет в письме а сам против того чтобы я училась ты к фразе придираешься белочка взевает сомов наливая себе от скуки вторую рюмку под влиянием выпитой водки и сытного обеда сомов становится веселее добрее мягче он глядит как его хорошенькая жена с озабоченным лицом приготовляет салат и на него набегает порыв женолюбия снисходительности все прочения напрасно я ее бедняжку обескуражил сегодня думает он зачем я наговорил есть только жалких слов а да правда я глупенько у меня не цивилизованная узенькая но ведь медаль имеет две стороны и аудиатур от альтера парс да будет выслушана и другая сторона латынь быть сможет тысячу раз правы те которые говорят что женское недомыслие зиждется на призвании женском призвана она положим мужа любить детей родить и салат резать так на кой черт ей знание конечно вспоминается ему при этом как умные женщины вообще тяжелые как они требовательны строги и неуступчивы и как напротив легко жить с клупенькой литочки которая ни во что не суется многого не понимает и не лезет с критикой с литочкой и покойной и не рискуешь дорваться на контроль бог с ними с этими умными учеными женщинами с простенькими лучшей спокойней живется думает он принимает лидочки тарелку с цыпленком вспоминает он что у цивилизованного мужчины является иногда желание поболтать и поделиться мыслями с умной и ученой женщины что ж думать сомов захочется поболтать об умном пойду к наталья древне или к марье францев не очень просто антон павлович чехов розовый чулок читал джакангир абдулаев 7 ноября 2022 год